В отделе лабытнанской полиции состоялось расширенное заседание офицерского состава на повестке дня подведения итогов оперативной деятельности за полугодие. В целом за отчетный период правоохранители сработали на оценку «хорошо». Об этом говорят цифры статистики – 180 раскрытых преступлений. Светлана Кель подробнее. В лабытнангах стали меньше воровать. Об этом на совещании, посвященном итогам правоохранительной деятельности, сообщил заместитель начальника городского отдела внутренних дел подполковник Анатолий Иванов. Количество краж низилось с 89 за первое полугодие прошлого года до 70, совершенных в 2014 за аналогичный период. Сведено к нулю количество хищений из квартир. Свою роль в снижении показателей сыграла профилактика противоправных деяний. Это же орудие полицейские применяют в борьбе с незаконной миграцией на территории города. Межведомственные профилактические рейды по местам проживания иностранных граждан позволяют выявлять собственников резиновых квартир. За предоставление фиктивной регистрации к уголовной ответственности уже привлечено 6 человек. Все службы принимают участие в снижении контроля за миграционными потоками. Лица, которые находятся на территории нашего муниципального образования, проверяются на законность нахождения. На сегодняшний момент к административной ответственности привлечено 26 лиц, которые незаконно пребывали на территории муниципального образования. Кстати, из 271 зарегистрированного преступления 8 были совершены иностранными гражданами. Все они были раскрыты. К слову, почти половина из числа раскрытых преступлений, 72, приходится на сотрудников уголовного розыска. Основная масса совершенных противоправных деяний относится к категории имущественных – кражи, грабежи, разбой и мошенничество. Причем, если по первым трем оперативникам удалось работать на отлично, то с мошенниками дела обстоят гораздо хуже. Из 22 зарегистрированных преступлений до логического конца удалось довести только 4 уголовных дела. Буквально на днях на проверку оперативникам в мыф поступил материал по факту интернет-мошенничества. «Поступило сообщение гражданки, которая в интернете нашла объявление о продаже автомобиля по очень привлекательной цене. По отработанной схеме мошенникам было предложено ей внести залог к перечислению денег на карту. Ей было переведено более 100 тысяч рублей на данный номер. После этого связь с той стороной оборвалась. После этого гражданка поняла, что это было мошенничество, то есть не автомобили. Реально покупая продавцов данного автомобиля не существует». В отличие от сотрудников оперативного подразделения, в первом полугодии инспекторы по делам несовершеннолетних и дорожно-патрульной службы проявили себя не с лучшей стороны. Это касается зарегистрированных и нераскрытых преступлений. За 6 месяцев детским полицейским не удалось добиться снижения подростковой преступности. В этом году несовершеннолетние 15 раз переступили черту закона. Кстати, в копилке их правонарушения имеется управление автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, с участием малолетних водителей не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия. Зато было зарегистрировано с участием взрослых. 21 ДТП. Самое печальное, что в этих авариях погибли два человека. Причины трагедии – банальное превышение скоростного режима и неудовлетворительное состояние дорог, пояснили своим коллегам госавтоинспекторы. Итогом совещания стало определение новых целей и задач правоохранительной деятельности на ближайшее полугодие. Полицейские будни будут насыщены не только расследованием преступлений, но и кропотливой работой, направленной на профилактику правонарушений. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное». К Продолжение следует...